Здравствуйте! В эфире тема дня передачи для тех, кто хочет за минимальное время получить максимальное количество информации о темах волнующих жителей Омской области. Сегодня мы поговорим о мудрости, народной мудрости. Готовь сани летом, а телегу зимой, гласит одна из них, и подходит она ко многим жизненным ситуациям, особенно к жизни крестьянина. Только недалекий человек может думать, что работа у крестьянина начинается весной, а заканчивается осенью. Зима – важный период в деле подготовки к посевной и уборочной кампаниям, ну а для животноводов это и вовсе один из самых напряженных на времен года. Именно, наверное, поэтому не случайно в Министерстве сельского хозяйства разработанную программу долгосрочного развития отрасли представили именно зимой. Ну а об основных пунктах этой программы мы попросим рассказать гостям нашей студии, министра сельского хозяйства Виталия Эрлихан. Виталий Александрович, здравствуйте! Здравствуйте! Прежде чем мы перейдем к планированию, немножечко посмотрим назад, подведем итоги. Итоги какие у нас? Летом была засуха, мы говорили о том, что правительство Российской Федерации выделяет средства на компенсацию ущерба, которые понесли крестьяне. Я знаю, что Омская область тоже получила финансы. Что это за финансы, как они будут распределяться, какие сложности в распределении финансов сейчас наблюдаются? В самом деле год был очень сложным, неспроста был введен режим чрезвычайной ситуации. Я напомню, что 420 тысяч гектаров пассивных площадей оказались списанными, фактически пострадало более 130 хозяйств. И в свое время на уровне правительства был решен нашей Омской области вопрос о выделении средств на обеспечение кормами или покрытие дефицита кормов 36 миллионов. Правительство Российской Федерации приняло постановление о выделении субъектам Российской Федерации, пострадавшим от засухи, а это количество 21 субъект, 6 миллиардов рублей. Из 6 миллиардов рублей 380 миллионов причитается нам. Министерство сельского хозяйства Российской Федерации определило основные направления распределения этих средств. Мы сегодня отрабатываем, и у нас есть свои предложения, поскольку мы не совсем согласны с той методикой, которая предложена. А что вас не устраивает в методике, которая предложена из федерального центра? Что в ней, какой изъян? Мы видим изъян в том, что там, к примеру, предусматривается, что большая часть средств должна быть направлена на финансирование крупных комплексов в зависимости от объемов производства свинины в этом году. А с учетом того, что у нас есть начинающие свинокомплексы, которые имеют небольшое поголовье, но еще недостаточно сумели ее реализовать, то есть я не буду расшифровывать, мы знаем все, кто у нас много производит сегодня свинины, то есть тут может получиться определенный перекос. То есть может получиться, что перспективный производитель, который в потенции может принести большой объем продукции, окажется без интереса? Совершенно верно. Поэтому мы пересматриваем. Ну и в целом, если говорить об итогах года, несмотря на такую жестокую аномалию, в целом мы можем быть удовлетворены этими итогами, поскольку у нас по всем видам сельхозпродукции, кроме молока, есть рост объемов производства и переработки. То есть несмотря на засуху? Несмотря на то, что мясо мы больше произведем, яйца мы больше произведем, значит больше у нас объем переработки сельхозпродукции, по молоку есть небольшое снижение. Но это связано как раз вот с этой засухой и в основном связано с сокращением поголовья в личных подворьях, особенно на юге нашей Омской области, там проблемы были большие и есть. Давайте теперь посмотрим в будущее, заглянем, поговорим о вашей программе, которая была предложена, представлена. Каковы основные пункты этой программы, что вы хотите изменить, сделать в сельском хозяйстве в ближайшие годы? Программа принята в связи с тем, что и на федеральном уровне, как я уже сказал, принята новая программа, период ее действия с 2013, то есть со следующего года по 2020 год. Федеральная программа принята в том числе и в связи с тем, что мы теперь живем и работаем в рамках и по условиям, по правилам Всемирной торговой организации. И меняются принципиальные подходы, прежде всего, государственной поддержки сельхозтоваропроизводителей всех уровней. И от субсидирования прямых затрат и оказания льгот сельхозтоваропроизводителям, как это есть еще в этом году, новая программа предполагает, что мы от субсидирования затрат перейдем к поддержке доходности сельхозтоваропроизводителей. То есть, как говорит наш губернатор Виктор Иванович, не рыбу надо дать, а удочку, которой рыбу ловить надо. То есть вы перестанете вообще все сельское хозяйство спонсировать, а будете именно тех хозяйственников, которые... Нет, отдельные виды поддержки сохранятся. Но львиная доля вот этой самой поддержки будет направлена, она в частности сохранится, на субсидирование процентной ставки по кредитам. То есть, чем давать прямые деньги, лучше поддерживать того, кто берет кредиты, и две трети процентной ставки мы субсидируем. То есть, хорошо работаешь, получаешь помощь, не хочешь работать, помощи не будет. Этим самым кредит банк удешевляется, и он доходит до того цивилизованного нормального кредита, ну в размере 4-5 процентов. Получается, это касается и коротких так называемых кредитов, и инвестиционных. В новой программе предполагается поддержка, поддержка будет направлена на 1 гектар обрабатываемой пашни. И таким образом, вот эту поддержку все наши эффективно работающие, тот же, кто обрабатывает землю, тот и будет получать поддержку. Кто качественно ее обрабатывает, естественно. Это вот один вид такой поддержки. Новая поддержка в этом году из федерального бюджета, в следующем году, будет введена дотация на 1 литр реализованного качественного молока предприятием переработки. То есть, будет субсидироваться молоко высшего и первого сорта. Значит, размер этой поддержки, ну мы ее пока точно еще не определим. Ну, речь идет о сумме по молоку высшего сорта от рубля до 1 рубля 30 копеек. То есть, это новый вид поддержки тоже. И всего вот наша областная целевая программа включает в себя 10 подпрограмм. Это вот такие, как, к примеру, производство, переработка, реализация продукции растеневодства. Аналогичная программа по животноводству. Программа социальное развитие села. Она тоже будет продолжена. После представления вашей программы, как раз говорил с губернатором Виктором Назаром, он сказал, что мы будем использовать все законные способы, чтобы поддержать нашего сельхозтоваропроизводителя, не дать его затронуть внешнему рынку. О законных средствах поддержки малого, среднего и крупного сельхозпроизводителя. На одной из передачи диалог с губернатором обсуждалась эта тема и говорилось, что необходимо предоставлять рекламу какую-то нашим товарам особую, отдельные торговые места. Наверное, это все очень здорово. Но что-то еще, кроме этого, планируется сделать для нашего сельхозпроизводителя, чтобы он свою продукцию не только, что называется, изготавливал, но и куда-то продавал? — Ну, пожалуй, да. Вот здесь вот, к сожалению, сегодня наши товаропроизводители, они недостаточно занимаются проблемами маркетинга, сбыта продукции. Начиная, значит, вот, увез, произвел молоко, увез его на молокоперерабатывающий завод, получил деньги за это молоко, а какова его дальнейшая судьба, значит. Поэтому здесь нам всем надо, значит, работать координированно, комплексно и товаропроизводителям, и переработчикам, и торговым сетям, и органам местного самоуправления, и органам государственной власти, которые мы должны поддерживать и продвигать, естественно, свою продукцию прежде всего. Это хорошо, когда рынок насыщен, значит, есть право выбора у каждого покупателя, но, тем не менее, мы в этом, и не только мы, это подтверждают сегодня и наши специалисты все, и Роспотребнадзора, и Ветнадзора, что все-таки продукция, произведенная на наших полях, на наших фермах, она более экологически чистая, и в плане потребительских качеств, она превосходит многие параметры аналогичной продукции зарубежной, так сказать. Но проигрывает, потому что у того упаковка красочная. Совершенно верно, это о чем я сказал, нужна реклама, двигатель торговли, так говорят, и вхождение в сети, и создание в том числе и собственных сетей, использование и губернаторских наших ярмарок, и социальных ярмарок, мы обо всем этом говорили, можно просто повториться. Ну, надеюсь, что ваша программа к 2020 году будет полностью воплощена в жизни, не знаю, если не в изобилии заживем, то, по крайней мере, спокойны за свою продовольственную безопасность, о которой сейчас так много принято говорить. Таковы новости из полей, о них к нам рассказал министр сельского хозяйства Омской области Виталий Эрлих. Виталий Александрович, спасибо огромное, что пришли в нашу студию, спасибо за ваш комментарий. Ну, а за все время нашей передачи подходит к концу, 10 минут бесконечно мало, чтобы поднять сельское хозяйство, но вполне достаточно, чтобы понять, без этого сельского хозяйства развитие страны, конечно, невозможно, и пусть ваш кусок хлеба не расстается с куском масла, который произведен российским омским крестьянином. Приятного вам аппетита, хороших тем для обсуждения, до свидания. Редактор субтитров А.Семкин